Шенген по-новому. Евросоюз изменил систему регистрации на границах. Чтобы попасть в страну шенгенской зоны, будет недостаточно визы в паспорте или биометрических документов. Что еще нужно, когда заработают эти новые правила, знает Елена Абрамович. Перекрыть схемы мошенникам, которые используют разные паспорта, а также отслеживать террористов. Такова основная цель новых правил, которые готовит для Шенгена Брюссель. Печати в паспортах на границе мало решили чиновники и предложили ввести предварительную онлайн-регистрацию. Чтобы личность нерезидента, который собирается въехать в страну шенгенской зоны, могли проверять еще до его прибытия на границу. Будет легче предотвратить то, что произошло, например, на берлинском рождественском рынке, где террорист совершил нападение и потом мы выяснили, что он использовал 15 различных удостоверений личности. Новая система предусматривает сбор большего количества данных и, несмотря на это, пересечение границы ускорится, уверяют в Еврокомиссии. Изменения коснутся всех граждан третьих стран, независимо от того, едут ли они по безвизу или нет. За эти правила уже проголосовал Европарламент, а Совет Евросоюза их утвердил. Далее подписание и публикация. А заработают они лишь в 2020-м. Нужно создать и внедрить систему, а еще подготовить пограничников. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Абрамович, Иван Ермаков.